Все время все делаю в последний момент. Видимо, ловлю какой-то адреналин. Хорошо сосредотачиваюсь, но стресс все равно напрягает. Как начать действовать заранее, до дедлайна? Ну, это, конечно, вообще дело святое. Мы сейчас, в принципе, живем во времени, понимаете, когда непонятно, что будет происходить, но зачем напрягаться, потому что, может быть, все отменится, перенесется, изменится и так далее. Дедлайны стали вообще какой-то сакральной коровой сейчас. Без коровы я правду говорю, что коровы не будут. Да, если не будет дедлайнов, вообще никто никогда не закончится. Было большое исследование, которое провел IBM институт, который как раз занимается изучением того, как бизнес функционирует. И у них в 2018 году тайм-менеджмент вышел на второе место среди всех важных характеристик сотрудника. То есть, если самый лучший сотрудник, это который умеет тайм-менеджментом заниматься. Вот. Да, почему? Потому что это стало все большой проблемой. Опять же, из информационного потребления, опять же, из-за отсутствия вот этого будущего, который все меняется и так далее. Поэтому дедлайны – это очень важно. Вот. Поэтому, в принципе, тем, кто как-то еще страдает, тоже вы себе ставьте обязательно дедлайны. Поэтому, то есть, нет ничего удивительного, что вы ведете себя так. Но если у вас есть, как говорил Олтер Мишелл, холодный мозг, то вы можете помочь себе, опять же, используя то же самое когнитивное искажение, ошибку планирования, которое связано с тем, что вы не можете правильно рассчитать время, которое вы потратите на соответствующую работу, в значительной степени, потому что вы не будете знать, какие предвходящие факторы будут действовать. То есть, вам кажется, что вы, например, некую работу, ну, например, создание какого-нибудь документа, вам на него нужно 5 дней, допустим. Но вы же не знаете, что будет в эти 5 дней. И в эти 5 дней что-нибудь случается. Где-то собака заболела, где-то праздник какой-то случился незапланированный, где-то голова разболелась, где-то вы с кем-то поссорились и так далее. И в эти 5 дней напихалось событие, которое вообще, ну, как бы, и вот в чем смысл ошибки планирования. Нам кажется, что мы знаем, как будущее будет, а мы не знаем. И вот это все мы не можем предусмотреть. Вот, поэтому правильно что делать? Нужно делать с запасом. То есть, я вообще предлагаю, если у вас, например, есть 5 дней на создание какой-нибудь работы, вы можете себе сказать, что вы должны 75% сделать в первые 2,5 дня. И если вы такой себе, как бы, ставите, как бы, этот, то вы очень хорошо пройдете и этот вот, на пятый день будете спокойны. По белым шабуду-буда, по черным шабуду-буда. И своевременный отчет красиво выходит. Документ, работа, монтаж, слезы и любовь. Это уже и стихи, я уже устал просто разговаривать.